Сегодня мы видели женщину, у которой умерла 10-летняя дочка. Ей влетел осколок в висок. Там еще лежали тела, и я читала над ними молитвы, потому что я поняла, что молитва – это что-то очень человеческое. Очень много изнасилованных женщин, девочек и детей. Мы останавливаемся в селах на улицах и спрашиваем, кому что нужно. Мы тратим на это время, мы едем, мы можем за день объехать 4 села или 5, или одно, потому что мы можем там просто застрять с запросами, с тем, чтобы всех посмотреть, всех перевязать, сделать УЗИ, померить давление. Первое, что просят, самый главный запрос, когда ты приезжаешь, это обезболивающее и успокоительное. Обезболивающее и успокоительное, а потом уже начинается вся эта история про давление, диабеты и так далее и тому подобное. У них у всех все болит, они все провели все это время в подвалах. Огромная проблема с суставами, потому что когда ты месяц живешь просто на холодном полу в подвале, в диком стрессе, то понятно, что тебя уже ноги еле держат. И успокоительные, потому что они все очень плохо спят. Мы наблюдаем людей просто с нервными срывами. Эти истории женщин, которым по 80 лет, которые рыдают, не могут остановиться. Мужчинам, которым по 70, они плачут, их трясет. Я говорю, это нормально, у вас такая реакция организма, все хорошо. Вы просто пережили большой стресс. Он говорит, ну я же мужчина, я не могу плакать. У них происходит такой очень большой диссонанс внутри. И вот история этого мужчины, о котором я рассказываю, он был в поселке, который крыли кассетами. И он 40 минут под этим обстрелом шел на гору, где ловит связь, чтобы позвонить своему сыну, а его сын в этот момент защищал одно место. И крыли его, и они стояли и созванивались. Там кроют кассетами, там обстрелы. И он так разговаривал с сыном. Там женщина, которой 80, она пережила инсульт. И ее дочка, которая была с ней в подвале, она месяц просто таскала ее на себе, там, в туалет поесть, потому что она не двигалась. Сегодня мы видели женщину, у которой умерла 10-летняя дочка. И влетел осколок в висок. Сегодня мы были у женщины, у которой сгорел дом полностью. И приютили соседей, потому что там была свободная хата. И они сейчас переехали туда. Есть люди, которым просто некуда деваться. Они не остаются жить в подвалах, потому что их дома разрушены. Им негде жить больше. Есть люди, которые отказываются от еды. Есть дети, которые чат. Они просто не разговаривают. Которые пережили это все в подвалах. Мы видели девочку, 13-летнюю, которая нам рассказывала, что, ну, я, слава богу, ничего такого страшного со мной не случилось. Я, слава богу, не видела всех этих мертвых тел. Ну, они там направили на меня пару раз. Дуло автомата, там, поставили меня и мою семью с шеренгу. Но я же жива, все же в порядке. Ей 13, и она это говорит. И я понимаю, что она на полном адреналине. И она понимает вообще, что с ней произошло. Очень много людей, там, зависимых от инсулина, например, которые были все это время без лекарств, которые делили между соседями, которые тоже зависимы от инсулина, эти последние дозы. Через день кололи, чтобы хоть как-то протянуть. Раковые больные, которые остались просто без обезболивающих, бежали и выли от боли под эти ракетные обстрелы. И никто не мог им помочь. То есть, о них невозможно было добраться, их невозможно было уехать, увезти. Были люди, которые так и умирали от боли, потому что о них не знали. Просто о них не знали. Бабушка, которую контузила от взрыва, и она, видимо, немножко была не очень в себе, она выбежала перед этими бабушка, старенькая бабушка, тоже лет 80, выбежала перед этими людьми с автоматами и говорила, что не трогайте моих детей. А ей говорили, ну, мол, мы тебя сейчас расстреляем. А она просто как безумная бегала, молилась и умоляла, чтобы их не трогали. Была одна бабуля, ей 84 года, ее завалило домом. Ну, ее дом упал на нее. И она выжила. Ее достали чудом. Вообще просто каким-то чудом. Потому что к ней пришла ночевать соседка, которая была страшна. И это было прямое попадание этой ракеты. И она просто выбежала к соседям и сказала, что нужно ее достать. И ее достали. Была женщина, которая плакала, потому что она стояла возле дома, в котором был расстрелян ее муж и брат. в заминированном подвале. И она даже не могла забрать тело. Встречали женщин, у которых похитили. Ну, взяли в плен русские солдаты. И мужа, и сына. Встречали людей. Ну, каждая история – это какая-то отдельная, честно говоря, такая очень большая человеческая трагедия. Очень много изнасилованных женщин, девочек и детей. И причем это какие-то такие абсолютные групповые зверства, когда дочерей насиловали на глазах своих матерей, чтобы тебя видели. Или когда вытаскивали на улицу, чтобы видели все. И говорили, мы будем вас насиловать так, чтобы у вас не было украинских детей. Или чтобы вы никогда не смогли больше прикоснуться к мужчине. Ну, что-то. Это я сейчас мягко пытаюсь как-то передать цитаты. Я читала над телами молитвы. Читала кадиши, читала шма. Я причем не могла понять, зачем я это делаю. И я поняла, что это просто такая... И над собаками я тоже читаю шма. И даже над... Вот сегодня мы видели лошадей расстрелянных, которых мы просто еще не успели убрать с дорог. Я просто смотрю на... Ну, вот, когда мы приехали, это были самые первые дни, еще там никого не пускали. Мы поехали с медициной, с помощью. И... Там еще лежали у тела. И я читала над ними молитвы, потому что я поняла, что молитва — это что-то очень человеческое. Вот это исключительно человеческая история. Мне так хотелось оставить этим людям что-то очень человеческое, очень человечное. Это как подержать за руку. потому что то, как они уходили, не должны были так умирать. Их не должны были сбрасывать во враги. Их не должны были просто оставлять, истекать кровью на порогах своих домов, стрелять им в лица, завязывать им руки, просто убивать человека, который едет на велосипеде. Мне казалось, что я таким образом как вроде держу их за руку и говорю им, что... что-то им говорю. Что-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!